МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Солнце ТВ в студии Дарья Янченко. Здравствуйте о заметных событиях региона. Расскажем сегодня о выпуске, а пока коротко о главных темах. Договор о партнерстве. САХГУ будет вместе с Бауманкой развивать водородную энергетику. Своих не бросаем. В Южно-Сахалинске прошел музыкально-патриотический фестиваль. Сохранение лесов. Новую технику закупят для лесопожарных служб региона. МГТУ Баумана и Сахалинский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве по целому ряду направлений. Основным из них стала водородная энергетика. Ее будут развивать в рамках подразделения «Передовая инженерная школа». В нем планируют создать сетевую магистерскую программу, включающую не только образовательную, но и практическую часть. Кроме образовательной части, конечно, есть еще и инженерной части. Мы, безусловно, хотели бы поучаствовать в проектировании водородного завода. Мы точно будем работать на водородном полигоне, являемся партнерами водородного полигона, где как раз водородные технологии могут испытываться. То есть для нас это в том числе очень хорошее место, где мы можем свои компетенции реализовывать в партнерстве. В рамках нового сотрудничества планируют работать по направлениям водородная энергетика, искусственный интеллект, робототехника и другие дисциплины. Они будут проходить в форме зеркальных лабораторий вместе с московским вузом. Я думаю, что с сентября у нас уже появятся первые образовательные программы, которые мы будем формировать. А лаборатории появятся ближе к осени, уже тоже совместные лаборатории по тем направлениям. Кроме того, в планах развития двудипломного образования, чтобы студенты могли осваивать программы как в островном регионе, так и в университете имени Баумана. Сахалинская областная дума согласовала решение регионального правительства о создании научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере развития беспилотников. Учреждение назовут «Крылья Сахалина». Оно будет проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и строительные работы, в том числе техническое обследование зданий и сооружений. Данное оно будет заниматься производством дронов, которые в дальнейшем будут поставляться для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Сейчас у нас существует много организаторов, которые сейчас занимаются производством дронов. Мы их все объединяем в одно целое, и они будут единым фронтом выступать, производить дроны и отправить их на фронт. Данное поручение было дано регионам нашим верховым главнокомандующим, президентом РФ Вадимиром Владимировичем Путиным, и поэтому сегодня мы согласовали данное решение. Штат организации составит 25 человек. Учредителем станет Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области. Участников специальной военной операции поздравили в преддверии Дня защитника Отечества. Председатель Сахалинской областной думы Елена Касьянова встретилась с военнослужащими, которые сейчас проходят реабилитацию. Елена Касьянова выразила благодарность военнослужащим от лица областной думы и регионального правительства за их смелость, мужество и отвагу. Присутствующим вручили памятные подарки. Мы посетили областной реабилитационный центр, где реабилитацию проходят наши ребята, наши герои, я бы так сказала. Пожелали крепкого здоровья, быстрого восстановления и, конечно, скорейшей нашей общей победы. Реабилитацию прохожу, получается, мне выписали 2 февраля с Волгоградского госпиталя. И вот взял госпиталь, направляю на реабилитацию сюда. Очень хорошо, врачи хорошие, все на профессиональном уровне проходит. В общем, претензий никаких нет, как говорится, жалобы претензий. Как отметила Елена Касьянова, с начала проведения СВО ведется комплексная работа по поддержке воинов и членов их семей. Пакет мер постоянно совершенствуется. И это приоритетное направление в деятельности Сахалинской областной думы и регионального правительства. Гала-концерт «Своих не бросаем» собрал больше 2000 островитян. В Южно-Сахалинске он прошел уже во второй раз. На сцену вышли звезды российской эстрады. Группа «Семь-Б», «Шаман», «Григорий Лепс», «Серьга», а также артисты музыкальной академии Ларисы Долиной. В концертной программе прозвучали бессмертные хиты о родине, героях, мужестве и силе русского народа. Залы и трибуны Ледовой арены практически заполнены. Люди с нетерпением ожидают выхода именитых артистов. Сейчас вообще «Шаман» у нас на первом месте. Но его же слушать невозможно без эмоций. И он так действует на зал, что захватывает всех. Слезы, слезы, счастье, впечатление в ожидании вот этого всего. Открыл гала-концерт певец «Шаман», буквально взорвал зал своим выступлением. Подобного плана концерта, они, конечно же, объединяют людей и объединяют абсолютно разные поколения. И, конечно же, я далеко не в первый и последний раз принимаю участие в подобных мероприятиях и буду это делать и дальше, потому что я вижу глаза людей разных поколений, и детей, и взрослых людей, сердца которых бьются в унисон. Следующая вышла на островную сцену поп-рок группа «Наши». Артисты неоднократно выступают с благотворительными концертами на Донбассе. Артисты неоднократно выступают с благотворительными концертами на Донбассе. Ты наш человек, и ты приближаешь нашу победу. Помимо звезд российской эстрады выступили и наши сахалинские артисты. И я хочу солнца, и я бегу раз и раз, и я там не сын, и я не знаю, что о чём спою. И я хочу солнца, где встречаю я разве, на краю света. На одной сцене находиться с такими именитыми артистами – это большая честь, большая возможность для меня. И сейчас я вот буквально сошла со сцены, за кулисы, и, конечно, ещё нахожусь немножечко на эмоциях. Это для меня такой большой, наверное, шаг вперёд на своём творческом пути. Сахалинский певец и композитор Георгий Зобов написал для Григория Лепса песню «Цунами». Она прозвучала на фестивале. Также для островитян он выступил со своей авторской мелодией. Это сущая, так близко. Это родина моя. Длинных поездов узоры. Рельсы сконсящих по земле. Артисты выразили свою поддержку бойцам, которые сражаются за Россию. Пожелали им победы и поздравили с Днём Защитника Отечества. Нашим ребятам первое моё пожелание – вернуться всем домой живыми и невредимыми, к своим родным, дорогим и любимым людям с великой победой. И, конечно, всегда пожелаем вам воинского духа. Потому что мы вас всей душой поддерживаем. Мы – вся страна. От Сахалина до Калининграда. От Мурманска до Астрахани. Потому что русские своих не бросают. Помните это всегда, ребята. Мы с вами. В течение вечера зрители стали свидетелями феерического концерта. Каждое выступление сопровождалось тематическим видеорядом и красивой сценографией. Все уже заметили, что и декорации получились красочные, и по экранам больше пространства заняли. И у нас съёмочная группа тоже как-то так в этот раз подтянулась. Потому что и площадка стала больше, и зрителями больше разместить смогли. В общем-то, мне кажется, что этот фестиваль, этот галоконцерт, ну, занял такой определённый хороший пласт. ПЕСНЯ Кроме того, телеверсию галоконцерта можно будет увидеть на Первом канале 24 февраля. Валерия Елисеева, Алексей Нестеров, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ О менее заметных, но значимых новостях региона сейчас коротко расскажет моя коллега. Сразу пять современных объектов здравоохранения построят в Сахалинской области за счёт привлечённых средств. Три поликлиники возведут в Южно-Сахалинске, детские в северной части города и в селе Дальнем. А в Хомутово создадут совмещенное медучреждение. Там будут принимать и взрослых, и детей. Ещё два новых здания появятся в Углегорске и в Хомске. Ввести объекты в эксплуатацию планируют не позднее 1 ноября 2025 года. Капитальный ремонт автодороги между сёлами Санаторное и Сенегорск завершат осенью этого года. В 2023-м уже уложили два из восьми километров асфальтобетона. На участке также появятся автобусные остановки с заездными карманами, тротуары и автопавильоны. Подрядчик установит автоматический комплекс освещения на пешеходных переходах и барьерное ограждение. Сейчас на объекте технологический перерыв до наступления положительных температур. Новую технику закупят для лесопожарных служб Сахалинской области. В планах обновление автопарка Северного лесного хозяйства. Учреждение получит автоцистерну лёгкого класса, а также автомобиль УАЗ. Кроме этого, новую технику доставят для Макаровской и Корсаковской станции Сахалинской авиабазы. Первые международные спортивные игры «Дети Приморья» преодолели экватор. Во второй день соревнований разыграли медали в лыжных гонках, сноуборде, горных лыжах и шорт-треке. Островные сноубордисты принесли с Сахалинской области четыре медали в параллельном с лалами. Они собрали полный комплект наград – одно золото, два серебра и бронзу. Место на пьедестале также получили горнолыжники и фигуристы. После второго соревновательного дня Сахалинская область находится на третьем месте в командном зачёте. Вы смотрите новости на Солнце ТВ, и мы продолжаем. Военнослужащие на полигоне Троицкий проходят курс тактической медицины. Им занятия проводят под руководством опытных инструкторов и специалистов профильной службы армейского корпуса. По легенде, во время выполнения задачи один из бойцов мотострелковой группы был ранен. На месте ему оказали первую помощь. Дальнейшее было оттаскиваем ранение в более безопасное место для оказания дальнейшей помощи. По типу наложения давящих повязок в места ранения. Дальнейшая задача была подготовить эвакуационные силки и его курить условно раненого бойца. Отдельный акцент сделали на работу с командирами подразделений. Ориентируясь по обстановке, они должны оперативно принимать правильные решения в подобных ситуациях. Вице-мэр Алексей Римша провел встречу с жителями Сенегорска и Санаторного. На вопросы граждан также отвечали сотрудники администрации областного центра и ресурсоснабжающих организаций. Основные замечания сельчан касались работы управляющих компаний. Жители сел рассказали представителям администрации о плохой расчистке придомовых территорий и некачественной уборке подъездов. Как отметили в управляющей компании, главная причина сложившейся ситуации – нехватка трудовых ресурсов. Алексей Римша потребовал от руководителя УК в короткий срок решить вопрос с привлечением работников. Все жалобы взяты в работу. Контролировать их будет наш муниципальный отдел жилищного контроля, плюс департамент городского хозяйства. Есть просьбы, которые жители адресовали к нашему электросервису. Касательно наружного освещения на двух участках придомовых территорий. Эту работу тоже взяли. В ходе встречи также поговорили о работе общественного транспорта. Жителям рассказали, что в этом году закупят 25 новых газомоторных автобусов. Сейчас формируется техническое задание с учетом необходимого количества посадочных мест и других характеристик. Ориентировочно во второй половине года часть машин планируют выпустить на маршруты, связывающие областной центр с Сенегорском и Санаторным. Сахалинский зоопарк готовится отметить и день рождения льва. В этом году лорду, так зовут хищника, исполняется 15 лет. К этой дате в учреждении готовят праздничную образовательно-игровую программу и показательное кормление. Подробности расскажем далее. На Сахалин лорд приехал из Красноярского зоопарка в возрасте полутора-двух лет. Сейчас он уже солидный самец в возрасте и даже считается долгожителем. В условиях дикой природы львы доживают максимум до 10-15 лет. В зоопарках эта цифра может дойти до 20. Для таких результатов учреждения активно следят за здоровьем хищника. Это сбалансированное питание, состоящее в основном из разных видов мяса и прикорма из молочных продуктов. Также секрет в хороших условиях содержания. Вопросы задают часто, почему такая грива у льва, как дреды, то есть склокоченная. Это опять же связано с его возрастом. Если ранее была возможность проводить груминг, путем присыпления животного, вычесывали, ухаживали за гривой, сейчас такой возможности мы не имеем. Потому что животное возрастное, все эти лишний раз давать какие-то наркозы, присыплять животное, это вредно для его организма. Плюс уже нет гарантии, что он нормально переживет эту процедуру. Специалисты уверяют, дреды на гриве льву абсолютно не мешают. К тому же в его вольере установлены специальные чесалки. О них зверь может потереться и вычесаться самостоятельно. В зоопарке рассказывают, посетители часто беспокоятся о том, что лев мерзнет. На самом деле это не так. В его логове есть полный комплект оборудования, теплые стены, обогреваемый лежак. Он также есть и на улице. В целом, если сейчас здесь минус 15, то внутри где-то плюс 15. Лев предпочитает там отдыхать, есть, расслабляться. В принципе, чем он сейчас и занимается. В честь юбилея лорда в зоопарке устроят праздник. Посетители ждут активные развлечения и эстафеты. Через конкурсы детям расскажут о месте обитания львов, их физиологии и поведении. Сильной половине человечества с именем Лев в этот день проход в зооботанический парк будет бесплатным. Таким же правом могут воспользоваться дети, рожденные под созвездием 2. С 22 июля по 28 августа. Ну и дети, которые придут в костюмах льва, тоже пройдут на территории зооботанического парка бесплатно. Праздник пройдет 24 февраля. Игры начнутся в 14.30, а в 3 часа дня для гостей устроят показательное кормление льва. На Сахалине в четверг состоялось очередное мероприятие спортивного марафона «Сила России». На лыжню биатлонного центра «Триумф» в областной столице вышли любители здорового образа жизни. Гонки в этот день прошли во всех районах острова. За стартом наблюдал Дмитрий Зелинский. Всероссийский зимний марафон открылся 13 февраля. Одним из его этапов сегодня стала лыжная гонка, приуроченная ко дню защитника Отечества. На стадионе центра «Триумф» собрались студенты политехнического колледжа. Они стартовали первыми. Сегодня неравнодушные жители города Южно-Сахалинска, люди, которые поддерживают здоровый образ жизни, собираются у нас на стадионе для того, чтобы показать правильный пример, показать, что спортом заниматься – это очень важно, это нужно. После учащихся дистанцию побегут другие горожане. Гонки будут проходить до самого вечера. Возрастной диапазон участников от 19 до 54 лет. В гонках зарегистрировано более 100 человек. И хочется сказать огромное спасибо и уважение присутствующим, потому что сегодня вы открываете наши лыжные гонки, потому что сегодня в течение дня, вплоть до 6 часов, наша дружная команда, наше дружное население, гости города будут приходить и совершенно на безвозмездной основе сегодня заниматься лыжами. Лыжи, палки и ботинки гонщикам бесплатно выдали в школе зимних видов спорта. Сегодня они бегут короткую любительскую дистанцию – 3 километра. Наш инструктор, естественно, также позволит полностью технически правильно пройти данную дистанцию. Конечно, в один день это сложно, но тем не менее подсказать, как преодолеть где-то что-то на спусках, на подъеме, полностью техника передвижения лыжного хода. Мероприятия марафона будут идти до 17 марта. За это время в разных городах Сахалина состоятся тренировки и соревнования по конькам, хоккею в валенках и другим видам спорта. Завершится «Сила России» семейной масленицей. Дмитрий Зелинский, Александр Тютюников, Илья Назаров, Солнце ТВ. Эфир нашей программы продолжит прогноз погоды. У меня на этом все. Напомню, все сюжеты, выходившие в эфир, а также полные выпуски программы, можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!